хорошо а я мы закончили вашу проверку вы чистая вы работаете над собой очень хорошо поздравляем вас работайте дальше у нас остались еще 10 вопросов к вашему куратору и сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики при декуратора или учителя а и там молодой парень снимается маски и голограммы фантом предстоит перед тобой в первое в данном виде согласно своему эфирному коду днк мы прессуем куратора или учителя а и представьтесь пожалуйста как нам к вам обращаться подожди у нее два куратора молодой парень он как паш да он учится и второй куратор или учитель куратор женщина значит этого молодого зовут казимир казимир хорошо а женщина мария 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 вы куратор или учитель я куратор а и приветствую вас здесь приветствую мария очень рады приветствовать вас в нашей комнате диагностики много ангелов в этой комнате собралось замечательно чистый яркий свет уже на секунду ничего да у нас здесь все хвалят эти энергии в нашей комнате диагностики есть так намечталась хорошо мария и казимир мы приветствуем вас у нас в гостях нашей комнате диагностики ваша подопечная а я мы сегодня проводили ее проверку до этого проводили чистку она чистая заправляет себя энергиями но еще немножко работать надо по сбросу негатива за день который собирается и вот она 10 вопросов написала своим своему куратору будете ли вы так любезно ответить на эти 10 вопросов конечно я отвечу на 10 вопросов своей подопечной и я сразу хочу поблагодарить вас за эту прекрасную возможность показать встречу с подопечным в комнате диагностики для моего ученика который будущем будет куратором тогда мы начинаем с вашего позволения мария с первого вопроса откуда моя душа и как выглядит дом моей души как я уже сказала много ангелов в этой комнате из ангельского уровня 9 ангельский 9 уровень благодарю вас хотели что-то добавить или идем дальше хотела ответить на вопрос как выглядит 9 уровень пожалуйста здесь много светлых чистых энергии каждый занят своим делом как видишь я твой куратор на обучаю других показывая на твоем примере как подавать сигналы как подводить к встречи как сегодня как защищать детей и через какие каналы обращать твое внимание чтобы твоя душа светила и несла свой свет не сбиваясь пути благодарю благодарю вас второй вопрос какой мой стержень и как его развивать стержень ангельских энергии разные но в основном это чистые яркие энергии такие и у тебя мало того мы имеем крылья как ты знаешь и с легкостью идем по жизни самое главное сохранить эту легкость твои энергии они светлые чистые легкие их бывает много и они рассеиваются часто твой стержень он находится в энергетических центрах и зависит от твоего настроения как часто бывает у ангелов поэтому позитивное настроение нам важно от радости позитива и улыбки твой стержень распыляется раз растается и несет свет вокруг себя благодарю благодарю вас третий вопрос делали я правильно активацию меркабы раз до сих пор чистая и твоей душе приятно значит все правильно но лучше чтоб таких вопросов не возникало не должно быть сомнения в своей защите меркаба это универсальная защита и чем больше твое намерение и уверенность тем сильнее она и непробиваемый благодарю благодарю вас за этот ответ мария я перехожу к следующему вопросу четвертый какие шаги я могу предпринять чтобы улучшить свое здоровье и самочувствие позитивные мысли это самое лучшее что может наполнить твои энергетические центры и тонкие тела из тонких тел позитивные мысли идут в твои мысленные центр головы и мозга отсюда строится правильное направление на будущее и правильное отношение к своему телу слушай свое тело наполняйся позитивными мыслями слушай свое тело и оно подскажет тебе что нужно не надо насиловать свое тело и ограничивать например в еде нужно слушать что ему нужно твои суставы береги их делай растяжки для физического биоробота это самое главное что тебя может побеспокоить данный момент благодарю благодарю вас пятый вопрос какие задачи моей души в этом воплощении и как я могу их реализовать все строится на позитиве задач любого ангела нести радость свет счастье в этот мир не сдаваться и не души остальные задачи строятся на этой основе конечно же защиты своих энергий в чем ты преуспела благодарю благодарю я вас следующий вопрос шестой какие шаги я могу предпринять чтобы развить свои духовные дары интуицию и таланты уделяй себе время обязательно тебе нужен отдых и личное пространство хотя бы ненадолго это позволяет тебе восстановиться наполнится и идти дальше с позитивом если ты уставшая ты не можешь одарить добро и нести свет вибрации падают и ты превращаешься в робота зомби и есть большая возможность подключек которые начинают тебя утягивать в сомнение и злость поэтому тебе очень важен отдых и личное пространство в определенный момент ограждай себя спускайся в легкую медитацию успокаивайся наполняйся энергиями позитивом и возвращайся в жизнь к семье детям и другим обязанностям благодарю благодарю вас седьмой вопрос какой уровень развития моего высшего я как я уже сказал у тебя девятый уровень высшего я ангельский девятый ангельский уровень и десятый уровень высшего я благодарю и я благодарю вас восьмой вопрос какие уроки мне нужно усвоить чтобы продвигаться по духовному пути урок один это отдых и личное пространство как я сказала выше но пожалуйста не прими это как сигнал к постоянному ограничению от окружающих нет ты должна быть внутри неся свой свет но чтобы восстанавливаться тебе нужно личное пространство для сбора или закачки ангельских энергий и восстановления своей гармонии это первое как я сказала выше прочитай пожалуйста вопрос какие уроки мне нужно усвоить чтобы продвигаться по духовному пути второй урок это твои энергии и твой свет не забывай что свои энергии нужно защищать если ты видишь грубость и нападение со стороны не отвечай тем же этим ты понижаешь свои энергии не расплескивай ангельские энергии без надобности слушай свое сердце и помогай там где считаешь нужным обязательно обязательно простраивай свое будущее в позитиве и строй план на каждый день таким образом твой стержень будет укрепляться и твои энергии не будут без надобности расплескиваться там где им не нужно ты будешь сохранять свои энергии как я уже сказал твой стержень не будет рассыпан он будет упруг тебе нужно научиться понимать людей кто пользуется твоими энергиями а кто действительно рад находиться рядом с тобой и отдает свои энергии в обмен улыбками счастьем позитивом научись различать тот кто питается или вампирит и тот кто действительно в гармонии с твоими энергиями благодарю благодарю вас девятый вопрос как установить связь с моим куратором у нас давно установлена связь ты прекрасно понимаешь мои знаки мне очень понравились твои вопросы они короткие и затрагивают ангельскую душу я с удовольствием отвечаю на них чтобы связаться со мной пожалуйста задай короткий вопрос начни с ответов да нет в этой комнате я могу объяснять и показывать тебе но телепатически ты не настолько развита чтобы видеть картинки задавая вопрос ответ уже будет у тебя в голове прими его первый же ответ пока вопрос закончится ты будешь знать ответ если вопрос короткий со временем ты начнешь доверять и конечно большая уверенность придет в связи со мной благодарю благодарю вас и последний десятый вопрос какой еще совет мог бы помочь мне о чем я не подумала спросить как я уже сказала все вопросы прекрасные сейчас я хотела бы активировать твою ангельскую энергию твой стержень он сейчас похож на ромб расширяющийся к сердечной чакре и сужающийся к коронной и нижней чакре старайся держать его в таком состоянии когда ты уставшая как я говорила раньше этот стержень превращается в множество маленьких рассеянных точек и ты тратишь зря энергию разбрасывая вокруг себя старайся держать этот стержень упругим как ромб из светлых энергий светящихся изнутри белым светом но не как туман он ярок и сейчас активирован ты можешь видеть его а также у тебя есть два крыла которым ты можешь защищать своих детей обнимая их крыльями отправляя их в школу в садик и в дальнейшем какие бы взрослые они не были твои два крыла всегда будут с тобой а значит ты можешь всегда защищать их своими крыльями я вижу как ты рада узнав это это дополнительная защита ангела а теперь я благодарю всех еще раз за эту встречу благодарим и мы вас мария остались заключительные слова спасибо куратору за встречу и искренне благодарю за все ответы и советы принимается благодарность в этой комнате диагностики уважаемая мария и казимир есть очень добрая традиция которую вы еще не знаете каждому куратору каждому учителю который к нам приходит сюда мы делаем всегда один определенный подарок и верочка в своих руках появляются две корзинки с самыми вкусными спелыми сочными ягодами которые есть на земле один два три мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора марии и казимира будь ли они так любезны принять это скромный подарок в знак благодарности за эту встречу за их помощь и просто на добрые воспоминания великолепно это шикарный подарок благодарим вас не ожидали такому приему но у нас тоже есть подарок казимир передай пожалуйста это ай это перо небольшое белое энергетическое с восьмого ангельского уровня не забывай кто ты оно твое и будет находиться в твоих крыльях напоминает тебе о твоих энергиях благодарю подождите я еще немного объясню об этом перья оно сейчас находится в твоих крыльях и имеет свойство батарейки когда тебе грустно ты источнена расстроена ведь ты же на земле все эти чувства будут присутствовать в твоей жизни вспоминай об этом встрече и вспоминай что у тебя есть перышко которая дает энергию ангельского уровня оно поможет тебе зарядиться энергией и всегда будет напоминать что ты ангел от этого тебе уже тепло и приятно благодарю благодарю вас Мария передавайте привет ангельскому миру будем рады всем кураторам которые достучаться до своих подопечных свою работу мы сделаем дальше пойдут уже души сами приятная встреча не хочется расставаться хочется еще поговорить об ангельских мирах но всему свое время безусловно возможно мы еще с вами встретимся мы никогда не прощаемся мы говорим до скорых встреч до скорых встреч и всего наилучшего рассинхронизируйся верочка готова а я мы закончили встречу с вашим куратором Марией и Казимиром вы получили все ответы на свои вопросы я получила все ответы на главные вопросы я чувствую себя волшебно посмотрите как великолепно выглядят мои крылья я могу махать ими закрывать себе расправлять их а это перо оно просто нереально так и есть оно вибрирует не только в моих крыльях но и в моем сердце благодарю вас во благо будем возвращать вас назад под вашу систему биоробот душа для того чтобы все эти энергии перешли на физический план и для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию аи в ее систему биоробот душа заводим подключаем ее к каждому органу каждой клеточке каждой извилинке головного мозга проходит проходит полная синхронизация гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами она гармонизировалась и крыльями немножко расширила себе меркамы чтобы ей было удобно отлично готово отключаемся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики пошел подъем